Каждую среду в студии телеканала Самара ГИС мы говорим об актуальных задачах и перспективах развития Самары. Вы смотрите программу «Самарская среда». Меня зовут Ян Налимов. Здравствуйте. В Самаре пройдет традиционный легкоатлетический забег, посвященный Дню космонавтики. Кто сможет принять участие в соревнованиях? Чем порадуют спортсменов на финише организаторы забега? В нашей студии Сергей Четверяков, заместитель руководителя Департамента физической культуры и спорта администрации городского круга Самара. И Антон Сирота, директор ОНО, Центр организации и проведения спортивных мероприятий «Волгомэн». Сергей Валентинович, Антон Валерьевич, добрый вечер. Я искренне рад вас видеть. Здравствуйте, Ян. Здравствуйте, уважаемые телезрители. Ну и давайте расскажем об истории соревнований. То есть, когда появились, как появились, по какому поводу, на каких условиях были созданы? Главным идейным вдохновителем и организатором у нас является Антон Сирота, который в 2015 году пришел к нам в Департамент спорта со своими идеями. И, конечно же, мы его поддержали. С тех пор у нас неуклонная динамика соревнований улучшается. Мы рады, что смогли из первого, немногочисленного такого старта сделать соревнования, которые на всероссийском уровне занимают не самое последнее место и входят в лучшие соревнования. Куда входят и такие соревнования, как беговые события, как московский марафон, петербургский, новосибирский, екатеринбургский. Ну, Антон, наверное, лучше знает. Да, Антон, расскажите, действительно, как идея появилась и почему именно бег, почему День космонавтики? Давайте подробнее. Началось все с того, что я сам начал бегать. Просто как бы... Вот так просто взял и побежал? Решил пробежать марафон. Да, то есть я решил пробежать марафон в 2014 году. В принципе, успешно это преодолел в Санкт-Петербурге. И приехав в Самару, я посмотрел, что... Вернее, я как бы жил в Самаре, да, но вернувшись в Самару из Петербурга, я понял, что в Самаре не хватает вот этого события бегового, которое собирало бы большое количество людей. И была бы визитной карточкой города, чтобы спортивный туризм... Ну, люди ездили по городам, и, соответственно, развивался некий спортивный туризм в нашем регионе. И вот в 2015 году пришла идея организовать первый старт. Вернее, даже так, первый старт был организован в 2015 году в ноябре. В ноябре месяце это в беге Моядины. То есть был забег, ноябрьский полумарафон. А космический полумарафон, первый старт, произошел в 2016 году, 10 апреля. То есть тогда была солнечная погода, тогда было уже тепло. И, соответственно, придя в департамент спорта, Сергей Валентинович и руководство департамента спорта поддержало нашу идею. И мы провели первый забег. На первый забег пришло порядка 100 человек. В этом году мы ожидаем порядка... Ты имеешь в виду про космический забег? Да, про космический забег, да. А если самого первого старта, который был в ноябре... 43 человека. 43 человека. И вот, наверное, это будет точкой отсчета всех наших... Всех стартов. Да, всех стартов. То есть 43 человека, потом 100 человек. Слушайте, ну, хорошее, кстати, вот, на самом деле... Тренд-то такой... 2000 человек в этом году. Сегодня эта беговая серия состоит у нас из пяти стартов. Открывает его, как мы уже понимаем, космический забег в апреле. В июне мы проводим фестиваль бега королевы спорта. В августе, на день физкультурника, у нас обычно проходит ночной забег огни Самары. Самое центральное событие, самое массовое, это самарский международный марафон на призы главы города. И завершает беговые события ежегодно полумарафон, посвященный Дню народного единства в беге Моедины. Он проходит вот 4 ноября каждого года. Ну, то есть практически накануне зимы. Я, кстати, вот так вот послушав, понимаю, что на самом деле в Самаре бег-то любят. То есть Самара на самом деле беговой город. Правильно я понимаю? Да, совершенно верно. Во-первых, условия позволяют. Какая у нас прекрасная набережная. Замечательно. И вот каждое утро, если вы идете на набережную с 6 утра, даже некоторые с половины, с 6-го, с 5-ти, люди бегают, занимаются спортом, ходят на турники. И, конечно же, им хочется показать себя, выйти на соревнования, показать свой результат, улучшить его, возможно, по отношению к предыдущему. Ну, и, соответственно, это даже, знаете, как, вот сейчас это больше такая, как некий праздник, беговой, спортивный праздник городской, на который люди приходят обменяться эмоциями, пробежать, там, пообщаться. Даже дети. У нас в этом году будет порядка 250 детских, ну, 250 детей на детском забеге. То есть это не максимальное, конечно, количество, но после пандемии это, скажем так, достаточно большой результат. Ну, мне хочется отметить еще то, что мы вот впервые после таких непростых времен для спорта, да, и для всех жителей, вот этих вот сложных из-за болезни, которые модны, COVID-19, приостановило проведение наших забегов, потому что тенденция у нас действительно была, ну, было увеличение количества участников. Самый последний, в 2019 году Самарский марафон участвовало порядка 4 тысяч человек. 4 тысячи бегунов, это очень круто. Да, это очень много, да. И мы даже боялись, что наши условия, которые, где мы проводим традиционно от бассейна ЦСКА ВВС старт, не сможем... Разместить их. Да, разместить просто, да, проходимость не позволяла. И вот пандемия, конечно, внесла небольшой такой... Коррективы. Да, коррективы в проведении соревнований. Мы не могли планово готовиться к соревнованиям, не могли спрогнозировать ситуацию. Будут они, не будут. И организационные моменты решить, потому что это и заказ медалей, и майки, ну, какая-то атрибутика. Да, оргработа вся, да. Она требовала, конечно, каких-то гарантий, что мы не могли обеспечить. Поэтому в период пандемии наши соревнования, ну, каким-то стихийно проходили. Мы объединяли космический полумарафон с марафоном на призы главы города. И что мне сейчас приятно, отрадно то, что мы вот сейчас готовимся к новым стартам в этом году. Ну, уже с такой уверенностью, что все должно произойти. И вот, наверное, это первый старт, когда мы вот сейчас организуем его заблаговременно, с подготовкой. Я, кстати, знаете, о чем подумал? Вот мы в связи вот с этой модной болезнью переоценили ценности. Мы начали по-другому ценить то, что мы имели на самом деле. Где-то вот у нас глаз замылился, мы на все смотрели так немножко, ну, слишком легко, походя. А когда мы это вдруг, оказалось, что этого нет, тут-то мы и поняли, как это важно, на самом деле, для нас, для всех. Без этого. Мы ждем участников, вот, после, как раз вот, когда мы проводили соревнования в период ограничительных мер, то мы видели, насколько людям не хватает вот этих вот стартов, не хватает занятий любимым делом. И вот сейчас, я не знаю, Антон, у тебя есть информация какая-то по... По количеству участников? Да, по количеству участников. Смотрите, да, мы идем с опережением 2021 года. В 2021 году было 2020 участников на всех дистанциях. Отрадно заметить, что Самарская миля, у нас есть такая дистанция, 1586, бесплатный забег, который мы будем проводить. В этом году планируется порядка 300-400 участников зарегистрированных. В прошлом году было 250. Но сейчас, если брать общее количество, порядка 1500 участников уже зарегистрировано. То есть у нас, в принципе, осталось прям совсем чуть-чуть, и, скорее всего, на некоторой дистанции места просто закончатся. Поэтому, уважаемые участники, кто планировал пробежать по нашим, соответственно, по нашим набережным, тем более в этом году старт у нас будет с верхней части, с Молотогвардейской улицы. Дистанция немножко изменена, возможно, мы даже пробежим по площади Куйбышева. Не тяните, регистрируйтесь и, соответственно, приходите к нам на это мероприятие. И еще отмечу, что порядка 120 городов, вернее, участники 120 городов приедут к нам. Там и Москва, и Казань, и Уфа, и даже есть Новосибирск, Красноярск, ну, то есть разные. Ну, вся Россия, на самом деле. Практически вся Россия, да, потому что наш забег ценится. Самара – космическая столица. Почему пришла идея, вот если отвечать на предыдущий вопрос именно этого забега? Ну, потому что мы, как бы, космический город, да, и, соответственно, естественно, космический полумарафон имеет место быть в Самаре. Так же, как он проходит, например, в Королеве и в других городах есть такие забеги. Но Самара – космическая, она вот как раз отражена во всем нашем забеге. И медаль в том числе, кстати. Я предлагаю сейчас сделать паузу. Давайте посмотрим сюжет, посмотрим, как это было когда-то, и затем продолжим нашу беседу. Он разминается перед выходом на большую дистанцию и поправляет шлем. В забеге на три километра Виктор Голубцов решил участвовать, облачившись в костюм космонавта, который накануне марафона взял в аренду. Спортсмена не смутила даже жаркая погода. В этот день в Самаре потеплело до 18 градусов. Я решил приурочить это к празднику, к первому полету человека в космос. Вот и решил так вот пробежать в таком костюме именно. А шапка не будет мешать? Ну, я думаю, нет. Космонавтам же не мешает как-то на орбите, я думаю, мне не помешает. В космическом полумарафоне приняли участие более двух тысяч человек из ста городов и населенных пунктов России. В их числе Оренбург, Санкт-Петербург, Челябинск, Москва, Саратов, Магнитогорск и многие другие. Традиционно участники стартовали и финишировали напротив амфитеатра на площади Славы. Беговая дистанция пролегла по Волжскому проспекту, улице Максима Горького, Лесной и Северо-Восточной магистрали. Дистанции построены и подготовлены хорошо. Все нормы и правила соблюдены. Медицинское обеспечение. Все нравится и здорово. Молодцы организаторы. Космический полумарафон дал старт легкоатлетическим забегам Самарии, стал самым масштабным событием этого года. Забег приурочили к юбилею первого полета человека в космос. За призовые места боролись не только взрослые. В соревнованиях приняли участие самые маленькие – дети от года до 10 лет. Они сражались на дистанциях в 600 метров. Остальные марафонцы, начиная с 11 лет, бежали 3, 10 и 21 километр. Это не первый старт, это не первое мероприятие, не первый забег. С каждым годом он становится все более массовым, все более грамотным, все более лучшим с точки зрения спортивной организации. Поэтому и больше жителей нашего города втягиваются в наши спортивные мероприятия. Последние минуты перед финишем – последний рывок в колонии участников министр спорта Самарской области Сергей Кобылянский. Он приходит одним из первых. Следом финишную черту пересекает самый колоритный участник космического полумарафона. Всем спортсменам, добежавшим до финиша, вручали медали, воду и бананы. Участники, занявшие призовые места, получили дипломы, кубки и ценные подарки от организаторов и партнеров забега. Уважаемые гости, ну вот мы видели, как это проходит. На самом деле настоящий праздник спорта, такой фестиваль, карнавал, потому что мы видим людей в костюмах всевозможных. Кстати, вот планируется что-то подобное в этот раз? То есть будут люди необычно одетые, которые будут всех радовать? Ну у нас обычно карнавальный забег проходит на фестивале бега Королева Спорта, который проходит в июне. То есть там прям есть отдельный костюмирный забег, 5 километров, и люди бегут по городу в различных костюмах. Кто во что гораст. Да, там настолько эмоции нас заряжают, и настолько, я смотрю, как люди готовятся к этому забегу, они шьют костюмы, берут в аренду, либо что-то придумывают необычное. И вот в этом они хотят как бы самовыразиться, ну и соответственно еще и пробежать. И поэтому, конечно, вот мы сейчас посмотрели ролик, я очень благодарен Министерству спорта Самарской области, администрации города Самара за то, что мы можем себе позволить пробежать по улицам города. За то, что такое количество служб технических обеспечивает безопасность, обеспечивает перекрытие дорог. Наши сотрудники ГИБДД сейчас работают просто отлично с точки зрения того, чтобы мы смогли все подготовить, закрыть город заблаговременно, и люди чувствуют себя безопасно и комфортно на дистанции. Поэтому огромное спасибо, и я уверен, что мы дальше будем только развиваться и расти с точки зрения количества участников и гостей города. Ну и давайте вот поговорим тогда вот о предстоящем уже празднике. Вот кто сможет принять участие? Давайте об этом расскажем. Ну, смотрите, у нас 5 дистанций, детский забег 600 метров. Начнем с Самарской мили. Самарская мили – это любой возраст, вот мало, ну, от 11 лет, единственное, от 11 лет, потому что это будет толпа. Для детского забега есть отдельная дистанция. 3 километра, 3 километра корпоративный забег, 10 и 21. Особое внимание отмечу к корпоративному забегу. В этом году, вот сейчас уже зарегистрировано порядка 25 команд. То есть, как раньше проходили корпоративы. Ну, помните, да, это, соответственно, куда-то пойти, посидеть, поесть. А сейчас немножко по-другому. То есть, они в воскресенье собираются. Мода меняется. Мода меняется, да, прям организациями. Причем несколько команд от организации выставляется. Причем такие достаточно крупные компании приходят к нам и проводят досуг вместе со своими сослуживцами, со своими, ну, соответственно, работниками. Директора бегут. И вот, соответственно, даже они одеваются в определенные там цвета компании, маечки, берут флаги. То есть, такое некое шествие компании получается. Ну, вот 5 дистанций вместе с Самарской миле получается 6. С 9 до 3 часов мы будем бегать. Вы сказали, что отдельно... Да, Самарская миле – забег бесплатный. То есть, это шаг для того, чтобы привлечь наиболее... там, сделать первый шаг вот в беговое движение. Мы сделали такую дистанцию 1586 метров Самарской миле. Мы ее называем погодой основания нашего города. Единственным условием является предоставление медицинской справки о том, что вы допущены для прохождения дистанции. Ну, то есть, можете заниматься спортом? Да. Вы получаете стартовый номер и выходите на старт. Я так понимаю, наверное, вот эта медицинская справка, она обязательно для всех? Это безусловно. Понятно, что каждый выходит на дистанцию, ну, осознавая, что он делает, но, тем не менее, все-таки справочек это нужно? Обязательно. Это обязательное условие проведения всех мероприятий физкультурно-спортивных, официальных. Поэтому, естественно, мы, безусловно, соблюдаем все требования. Ну, да, просто это в целях, скажем так, безопасности самого участника, потому что он все-таки может, может ли он себе позволить, ну, определенную нагрузку спортивную? Да, у нас обеспечено медицинское сопровождение, скорые помощи будут, там, сколько у нас, три скорые помощи, на всех точках распределены по дистанции. Естественно, все правила безопасности по рамке металлодетекторов, сотрудники ЧОПов. То есть все требования по проведению официальных соревнований, они, безусловно, соблюдаются. Что касается дистанции, мы уже начали про них говорить. То есть 1586 метров Самарской миле, бесплатный забег для всех желающих. Дальше мы начинаем уже проводить дистанции, которые требуют оплаты стартового взноса для того, чтобы красивые медальки получили. Да, вот такие медали были в прошлом году, соответственно. В этом году медаль уже не секрет, мы ее уже показали, но она будет, скажем так, ничуть не хуже, а даже и лучше. Причем мы поддерживаем теперь российских производителей. Вот сейчас вот у нас был недавно забег, Лука Ультера Трейл. Вот эта медаль уже изготовлена в России, в Санкт-Петербурге, и мы ее рады были представить нашим участникам. На этом забеге медаль также будет изготовлена в России. То есть детский забег это 600 метров, продолжаем. А с какого возраст детский забег начинается? С одного года до... Вообще, да, вот с одного года до 10 лет. Включительно. Да, они разделены по дистанциям, и у них настоящее соревнование, как и у взрослых. Номера, чипы, медали, разделение по кластерам, там, 1-4 года, 5-6. То есть они соревнуются между своими сверстниками. Таким образом, очень, ну, когда придете, посмотрите, как это будет выглядеть. То есть накал страстей не хуже, чем на чемпионатах мира по... Ну, дети, когда участвуют в соревнованиях, накал страстей всегда, на самом деле. Огромные. Там родители еще больше болеют, чем дети. Ну, это большая, конечно, благодарность родителям за то, что вот с самого раннего возраста они делают правильный шаг в воспитании своих детей, приобщают их к занятиям, спортом. И дети, конечно, окунувшись в атмосферу соревнований, в атмосферу здоровых, сильных людей, получив невероятную такую там, невероятную там атмосферу, безусловно, это будет способствовать тому, чтобы... Дети занимались спортом. Да, да. И вырастали нормальными людьми. Следующая дистанция – это три километра. Три километра с 11 лет. Это уже люди, которые осознанно выходят на старт, которые, может быть, пока не готовы пробежать большую дистанцию. Поэтому... Но, тем не менее, обладают определенной спортивной подготовкой, конечно. Да. Это люди, которые резерв для того, чтобы готовиться к более длинным дистанциям. 10 километров и 21 километр – это дистанция, конечно, требует подготовки, требует определенной тренированности. Но они также очень многочисленные. Наверное, самая большая, да, эта категория? Да. Самая большая – это 10 километров. На данный момент ожидается порядка 600-700 участников. Вот это интересно даже. Да, в общей сложности. Но на эту дистанцию выйдет порядка тысячи. То есть 10 и 21, они стартуют совместно, выйдет порядка тысячи участников на эти две дистанции. Поэтому ожидаем такой достаточно большой пилотон бегунов с Самарским улицем. Вот, кстати, вопрос интересный. Я, когда смотрел сюжет, видел человека с палками для скандинавской ходьбы. Вот это что? Это можно тому, кто не очень хорошо бегает или физически пока еще не готов выйти на дистанцию и пройти ее пешком с палками, допустим, 10 километров или полумарафон? Или это какая-то некая отдельная дисциплина есть? Ну, скандинавская ходьба – это сейчас отдельная дисциплина. Северная ходьба она еще называется. Вот. Мы взаимодействуем с Федерацией северной ходьбы. У нас есть такой спортивный клуб «Доброходы». И вот по предложению объединиться, чтобы отдельный старт не проводить для северной ходьбы, мы включили… Как он правильно? Забег называется у них или заход? Ну, забег, да. То есть они участвуют в забеге, но у них дистанция северная ходьба. 10,3 километра. Я еще добавлю, что в этом году количество участников на 10 километров практически утроилось. У ходьбы? Да, у ходьбы. У ходьбы. Да. То есть если раньше было больше на 3 километра, то в этом году, вот мы сейчас смотрим по статистике регистрации, то есть по отношению к прошлому году количество участников с палочками, которые будут идти, оно утроилось. Поэтому у нас будут судьи по трассе стоять, которые будут… Это еще один плюс, я вот перебил Антона, к тому, что, как правило, северная ходьба – это уже люди, которые взрослые или старшего поколения. И вот одна из наших задач по выполнению национальных проектов, по увеличению количества занимающихся физической культурой и спортом – это вот именно охват старшего возраста. Поэтому это вот хорошая новость, которую Антон для меня сейчас сказал, о том, что увеличивается количество… Участников. Именно на скандинавскую ходьбу. Это значит о том, что дело, которое… работа, которая сейчас проводится по привлечению лиц старшего возраста к занятиям физической культуры и спортом, она не напрасная. И мы сейчас вот это видим на примере наших соревнований. Ну да, то есть мы на правильном пути на самом деле. То есть люди, раз люди хотят соревноваться, участвовать, значит, они, соответственно, этим занимаются. То есть у них есть подготовка, им становится интересно посмотреть на других, себя показать, а немножечко попробовать, так сказать, собственные силы. Вот на сегодняшний день вы сказали, что будут медали. Это как? Вот это только победителям медали или… Победители, безусловно, получат медали. Но каждый финишер на всех дистанциях, каждый финишер получит памятную медаль о соревновании. Они каждый год индивидуальные. Ну они, да, скажем так, мы каждый год подходим к этому достаточно так щепетильно. Но неизменным символом космического полумарафона является вот эта ракета, которая у нас стоит, соответственно, на проспекте Ленина. И также она будет представлена. Ну, медаль немножко сделана в другом формате. Она будет более тяжелая, более таковесистая. Ну то есть, в принципе, я думаю, что участники, которые получат ее, они оценят по достоинству. То есть, это будет хорошая память? Да, это медаль финишера. Но тот, кто финиширует первым, вторым и третьим, получит отдельную медаль, золотую, либо серебряную, либо бронзовую, когда мы подведем итоги. Как победите? Да. Еще у нас есть кубок корпоративных команд. Я, кстати, не отметил. Каждая команда корпоративная, участвующая, может получить кубок и в перспективе участвовать в распределении кубка, который дается один раз в год. То есть, у нас есть переходящий кубок, как вот в чемпионате мира по футболу, на котором делается гравировка. И этот кубок передается лучшей команде. Пока, скажем так, три года поднято. Да, безусловно. Это компания, вернее, команда КадрПро, которая готовится в этом году, выставляет даже две команды. Посмотрим. Но на самом деле очень много участников, которые хотят этот кубок забрать. Я вам говорю, что в этом году конкуренция будет очень серьезная. Будет серьезная. Ну, это классно на самом деле. То есть, опять же, это значит, что наше предприятие, наш бизнес, он хочет отдыхать по-другому. Вы сами же сказали. То есть, это уже не сидеть и кушать, а это заниматься спортом. Более того, по поводу кушать, у нас на трассе пункты питания. Мы там можем и покормить, и напоить. Там будут бананы, апельсины, вода. А на финише каждый участник... Ну, потому что, когда вы бежите 21 километр, это затратное действие. Там нет, там однозначно. Там не нужно специально подпитываться. То есть, там все будет вот так, как у профессионалов устроено. То есть, когда на полумарафоне, марафоне ты не можешь, естественно, бежать без воды, без подпитки. Да, все будет. Ну, понятное дело, почему так происходит. Потому что это официальные соревнования. Они проходят в строгом соответствии с правилами соревнований. Здесь большая роль принадлежит Самарской областной федерации легкой атлетики, которой также сегодня Александра Иосифовича Казмирчука нет у нас. Но он также принимает активное участие в подготовке и проведении соревнований. Вот вопрос важный хотел задать. Не могу не задать. Вот профессиональные спортсмены, понятное дело, могут участвовать. Ну, кто же им запретит? Соответственно, вот участвуя в этих соревнованиях и занимая определенные места, или там, ну, показывая хороший результат, они могут выполнить спортивные нормативы? Это вот, есть такая возможность? Спортивные разряды, вы имеете в виду? На разряды, да. Спортивные разряды, они присваиваются на соревнованиях, которые включены, не на соревнованиях, а на дистанциях, которые включены в единую всероссийскую спортивную классификацию. Вот, насколько я знаю, там есть дистанции 10 и 3 километра. Сейчас не могу точно сказать, какие дистанции по шоссе есть. Но главное здесь то, что трасса должна быть сертифицирована. Вот. У нас в этом году трасса немножко изменилась. Сертифицированная трасса у нас у Самарского марафона. А вот в этом году мы в связи с ремонтом и работаем... То есть там можно выполнить любой спортивный... Да, на Самарском марафоне. Норматив спортивный разряд. Да, можно. На дистанции 21 и 42 километра трасса сертифицированная, международный сертификат, всероссийский сертификат. А в данном случае у нас дистанция немножко изменилась в связи с ремонтом Волжского проспекта. Нам пришлось немножко сделать другое. Ну, я... Надо это уточнить у Александра Иосифовича, кстати, потому что... Ну, то есть это праздник спорта, на самом деле. Да, это такой фестиваль. Главная мотивация здесь, конечно, не спортивный разряд. Мотивация – это атмосфера, это заряд, вот просто... Какая-то там аура такая особенная, когда люди находятся на позитиве, находятся на... улыбаются, в великолепном настроении. И вот такие вот медали, которые мы готовим, они украсят коллекцию для вот этих спортсменов. Потому что они начинают уже собирать. И есть даже участники, которые на всех соревнованиях принимают участие. У нас даже был какой-то год, когда мы делали за приверженность к бегу. Это тем участникам, которые приняли участие во всех стартах. Пятая медаль, да. То есть погода у нас дается. Возможно, в этом году тоже она будет. Сейчас мы... Ну, когда войдем после пандемии в нормальное русло стартов, то, безусловно, надо это все возобновлять. То есть человек, приближавший все старты в конце сезона, получал пятую памятную медаль. И он становился... ну, то есть, ну, как бы... Не нужно было никому... В семью бегунов он вошел полностью, так сказать. Да. Мы, ну, смотрите... Родной человек. Да, эту историю мы взяли, как бы мы им заимствовали. Просто есть серия мейджорс-марафонов крупнейших мировых. И там, пробегая все шесть марафонов, вы в конце получаете седьмую такую большую медаль, которая говорит о том, что вы, ну, как бы уже на... Самарский мейджор был. Да, Самарский мейджор, да. Ну, к этому все идет. Скорее всего, в России в скором времени будет объединение нескольких стартов, пробегая которые мы сможем получить какую-то там дополнительную медаль. И доказать всем, ну, вернее, доказать даже самому себе, что мы спортивны, мы можем бегать, мы можем достигать результаты. И можем, и должны. Должны, да. Уважаемые гости, время программы подошло к концу. Спасибо за интересную и содержательную беседу. Увидимся на дистанцию, увидимся на трассе, увидимся на старте и на финише. Да, приглашаем всех, прибегайте. Приходите, прибегайте и увидимся потом на дистанции и отметим это замечательное событие. Напоминаю, в нашей студии были Сергей Четверяков, заместитель руководителя департамента физической культуры и спорта администрации городского круга Самара, и Антон Сирота, директор ОНО, Центр организации и проведения спортивных мероприятий «Волгомэн». Приходите на старт, это хорошо, это здорово, это модно, красиво. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова